Стрелка компаса разворачивается в магнитном поле Земли, так что один ее конец показывает на север, а другой на юг. Чтобы понять, за счет каких сил происходит этот разворот, заменим магнитную стрелку на катушку с током и посмотрим, как эта катушка взаимодействует с внешним магнитным полем. В этой установке магнитное поле создается двумя сильными постоянными магнитами. Между ними установлена катушка сотни витков медного провода, которая может свободно вращаться вокруг вертикальной оси. Пропустим через катушку постоянный электрический ток в 2 А, и плоскость катушки разворачивается поперек силовых линий магнитного поля красным указателем вправо, так же как стрелка компаса. Изменим направление тока в катушке на противоположное, она опять развернется поперек магнитного поля, но теперь красный указатель смотрит влево. Чтобы объяснить это явление, рассмотрим прямоугольный виток, плоскость которого параллельна силовым линиям магнитного поля. На токи, направленные вдоль силовых линий, сила ампера не действует. А на токи, направленные поперек силовых линий, действуют силы ампера, направленные в противоположные стороны. Виток разворачивается этими силами до тех пор, пока его плоскость не становится перпендикулярной силовым линиям. Теперь силы ампера действуют на все части контура, однако они только растягивают виток во все стороны, но уже не разворачивают его. Магнитное поле в нашем опыте было неоднородным. Для получения достаточно однородного магнитного поля немецкий ученый Герман Геленгольц предложил использовать две одинаковые катушки с током, разнесенные на расстояние, равное их радиусу. Вот так выглядит магнитное поле одной катушки, построенное в программе Визимак. При удалении от катушки поле на ее оси ослабевает. А между двумя катушками получается область почти однородного магнитного поля, в которую можно помещать для испытаний разные предметы. Сейчас мы находимся в отделе атмосферных исследований Новосибирского государственного университета, где ведется разработка малого спутника Земли в стандарте КубСАТ. Эти кольца Гермгольца предназначены для моделирования магнитного поля Земли. Между ними на нити подвешен макет будущего спутника, с установленной на нем катушкой, с помощью которой можно ориентировать спутник в магнитном поле. Пропустим по катушке электрический ток, и возникающие силы ампера разворачивают ее вместе со спутником поперек силовых линий магнитного поля. Таким же образом предполагается управлять и настоящим спутником, когда он будет выведен на околоземную орбиту, но установленная на спутнике катушка будет иметь вид многослойной печатной платы. Поставим эту катушку на пенопластовый плотик, пропустим через нее электрический ток, и катушка разворачивается в магнитном поле Земли. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»